Всем привет! Я Светлана Никитчук, ваш нутрициолог. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить новое видео. Сегодня я разберу диету Гуар Аветисян. Блогер, эксперт в макияже и невероятно сильная девушка. Поделюсь своим экспертным мнением. Сразу скажу, что я подписчица Гуар. Она восхищает и вдохновляет верить в то, что нет ничего невозможного. Нужно ставить цель и работать, в том числе и над собой. Она делится моментами жизни и искренними эмоциями. Неудивительно, что у человека вечный позитив, несколько миллионов подписчиков. И Гуар достаточно давно работает над своим весом, снижает его. Когда она сбросила 12 кг за 3 месяца, я очень радовалась вместе с ней за этот результат. Когда я наблюдала за ней, как она худела, у меня просто были мурашки. Я вспоминаю, как худела я. И, честно говоря, это достаточно большой труд. Я понимаю, как это сложно. Это такой гейзер чувств. Я вам скажу, когда сквозь слезы, боль ты продолжаешь идти, отбрасывая в сторону пирожные и жареную картошку. И видишь результат на весах и, конечно же, в зеркале. Но последняя диета за месяц до операции вызвала у меня опасения за ее здоровье. Именно потому, что Гуар – публичный человек и для многих она пример. Уже больно велика вероятность, что последовать ее диете захотят многие. Даже не подозревая, какие последствия произойдут. Она потеряла 11 кг за 27 дней. И я против таких диет. Никому не советую так худеть и сейчас расскажу почему. Гуар не придумала себе диету, а доверилась нутрициологу. И все вроде бы отлично, но диета оказалась авторской. То есть нутрициолог разработала ее самостоятельно. Вот скрин с личной страницы этого нутрициолога. Где эта уникальная программа прошла аккредитацию и кем? Я эксперт и я не поняла. А что говорить о людях, не разбирающихся? Когда мы обращаемся за услугой, относящейся к здоровью, то должны иметь четкое представление, а не вот эту витиеватую фразу, из которой непонятно кто что одобрил. У меня сразу вопрос. Какая ученая степень у этого нутрициолога? Ведь чтобы разработать что-то авторское в области здоровья, нужно быть как минимум ученым. Не так ли? В своих курсах нутрициологика и мини-курс цех я использую только научно доказанные программы по снижению веса. Прошу вас, остерегайтесь авторских разработок в питании. Ведь никто не проверял, как они подействуют. А испытывать на себе я не рекомендую. Выбирайте диеты, которые одобрили ученые-врачи. Исследования длятся не один месяц. Наблюдается большая группа людей с разным состоянием здоровья, веса. Эта группа сдает анализы, им проводят обследования на начальном этапе и в конце. И только потом оценивают результат. Например, говорят, диета на уменьшение веса сработала хорошо. А вот на коррекцию жира в печени гепатоза неэффективна. Или снижение инсулина великолепно, а снижение веса недостаточно. Смотрят не просто уменьшение веса, а проводят биоимпедансный анализ, сколько именно жировой ткани потерял человек. Просто снижение веса ни о чем не говорит. Можно мало потерять жира, но много потерять мышц. Я думаю, что именно это и произошло у Гуар. С помощью слабительных таблеток можно получить обезвоживание и радоваться, что вес уходит, но это не жир. По простым математическим расчетам Гуар просто не могла потерять столько жира. Большей частью из этого были мышцы и вода. И на это есть косвенно причины. Итак, давайте посмотрим на питание Гуар. Мы можем оценивать только то, что она показывала в сторис и по ее словам она была честна. Самое первое правило любого приема пищи, в него должен быть объем. И это примерно 350-450 грамм. Второе – это нутритивная плотность. Кто сможет повторить сейчас с первого раза, тот молодец. На человеческий язык это переводится как «каждая калория должна нести пользу», а именно БЖУ, витамины, микроэлементы и так далее. То есть, если посмотреть завтраки Гуар, это практически всегда кофе и фрукты. И вот эта трудно запоминающаяся штуковина – нутритивная плотность. Очень маленькая. Таким завтраком организм не построишь. Фрукты и ягоды на 80-90% состоят из воды. Остальное – клетчатка, витамины, микроэлементы. Белков, жиров и углеводов в них недостаточно и крайне мало. Зеленым показаны белки, желтым жиры и красным углеводы. Третье правило – калорийная плотность. Калорий в продукте должно быть достаточно. Их не должно быть много, их не должно быть мало. Плотность должна быть адекватной. Например, 100 грамм круассана – 400 калорий. Это много калорий на маленькую порцию. В моем обычном завтраке – каша, 2 яйца, бутерброд с сыром и маслом, который по весу 400 грамм, калорий будет тоже 400. И это супер. Этим простым правилом со сложными названиями легко обучиться всего-навсего за 2 недели на мини-курсе цех. Завтракайте вкусно и наедайтесь. Ищите меня в Instagram – Светлана Никичук и худейте без дорогих продуктов. Обещаю, больше сложных названий не будет. И четвертое правило любого приема пищи – это состав. Завтраки должны быть либо белково-жировые, либо содержащие белки, жиры и углеводы. Это будет полноценно и достаточно для организма. И то, и другое будет полный окей. Чисто углеводные завтраки не рекомендуется. Почему? Потому что они не дают длительного насыщения и мы начинаем перекусывать. Но Гуар не перекусывала. Это говорит о том, что она очень сильная. Она не ныла на камеру, что она голодная. Она готовила на всю семью. Плюс к этому у нее железная мотивация к результату – встроенное тело. Хотя она думает, что это особое сочетание продуктов. Нет. Это только настрой, мотивация и самовнушение. Гуар – это все ты. Твоя заслуга, а не какое-то волшебное сочетание продуктов. Его просто не существует. Более того, добавлю, что организм может приспосабливаться ко всему и даже голоду. И действительно, люди, которые голодали много дней, говорили, что уже к четвертому дню не чувствовали голод совсем. Я уверена, что многие бы на ее месте сдались и потянули бы в рот хачапури с хрустящей корочкой. Потому что от таких завтраков в глазах может быть только голод. Именно белки и жиры дарят длительное насыщение, а углеводы дают нам энергию. Из белков строится наше тело. Жиры обладают желчегонным действием, что очень важно после ночного застоя. Если вы пропускаете завтрак, или как в завтраках гуар замещаете на фрукты или ягоды, в которых практически нет жира, вы в разы увеличиваете вероятность желчекаменной болезни. Причиной которой – большие перерывы между приемами пищи и неправильно составленный рацион диеты. Углеводы углеводом рознь. Есть углеводы, которые насыщают. Например, каши. И иногда мы их видим угар. Но в основном это ягоды и фрукты, которые не содержат таковых. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали много нового. Ставьте палец вверх или вниз. Задавайте вопросы в комментариях. Я продолжу в следующем видео. Увидимся скоро. Пока-пока.